Приветствую, друзья! Ну вот, завтра у нас вебинар будет, там коммент прикрепленный, посмотрите, под роликом с Романом Газенко, с выдающимся журналистом, бывшим разведчиком, автором многих документальных фильмов. Мы вместе с ним сейчас ищем мою приятельницу старую, которую я очень уважаю, профессора Раткевича Людмилу Александровну, который много лет назад, когда я смотрел там в Моженке, сосна такая большая была, я смотрел снизу вверх на эту вершину, как над ней плыли облака, задумался и говорю, смотри, человек соприкасается с вечностью, глубоко задумавшись, она мне сказала, тебе это доступно. Я говорю, да, доступно. А Мила Раткевич, она подсылала в космос стрелку и белку. Так вот, что я хочу сказать. Я, кроме этого, сейчас с Ашиновым, с Володей разговаривал, главным специалистом Института философии, который в своё время, ещё в 90-х годах, меня познакомил с академиком Пригожиным, с которым я говорил по телефону лично. А это автор основ синергетики, синергетики. Мы с ним говорили, он жил в Америке, и Володя Аршинов, такой философ, который ещё редактировал, был главным редактором книги «Уроки мудрости». Ну, это Аршинов, ну что вы, друзья. Мы даже с ним делали несколько роликов. И ещё будем делать после этого вебинара. Сейчас ко мне приезжал мой друг, физикоядерщик Острецов, Игорь Николаевич. Я в физике ничего не понимаю и никогда не говорю о том, в чём я не разбираюсь. Но мы с ним с удовольствием говорили о главных принципах общечеловечности, о том, что мы в школе «Человек-большего homo-futurus» как раз-таки создаём науку человечности. Потому что вот эти принципы сопереживания, любовь, созидания, бесценность чувства живого, бесценности вот этого живого – это самые такие потребные в человеке свойства и качества, которые вот как раз-таки делают человека человеком. И вот эти религии, которые тысячи лет, тысячи лет, они совершенствуются, они одно и то же хотят донести. Только в самой первой религии ближним для человека был близкий, для него. А в христианстве уже всякий. А в исламе уже, когда помощь тебе оказывают, ты не платишь этого процента. Ну, короче говоря, цена помощи уменьшается, уменьшается. Через это происходит развитие религии, поэтому ислам сегодня заполняет мир. Хотя и там, и там, и там есть фанатики, которые не понимают, о чём речь идёт. Суть-то заключается в том, что человек должен быть человеком, он должен иметь способность сопереживания, о чём говорил Будда в своё время, когда говорил о нирване. Он должен иметь способность, ну, оно называется сегодня эмпатией. Да, он должен быть добрый, человек должен быть добрый, он должен быть способный болеть не только о себе, не только о своей семье, не только о своей стране, но и о всём человечестве. Да, и вот тот человек, который, вот у меня был Острецов в гостях, и он мне говорит, глядя на мою картину, о чём эта картина там у меня в коридоре стоит, я говорю, там души грешников превращаются в звёзды, которые светят далеко и одиноко, потому что возбуждают надежды, которые не исполняются. Души грешников превращаются в звёзды, но светят далеко и одиноко, потому что возбуждают надежды, которые не исполняются. Он говорит, а я тоже стихи писал, я тоже рисовал, я говорю, конечно, мы все нормальные люди, междисциплинарники. Конечно, потому что наука уже доказана, что между дисциплинами создаётся открытие. Поэтому мы рисуем и пишем стихи, и да, любой нормальный человек именно такой, и в нашей школе человек будущего, именно мы этим занимаемся. И у нас там есть и озарение по заказу, технология делать открытия. И у нас там сказано, что искусственный интеллект открытие делать не может, потому что он не человек, и потому что у него нет такой базы данных, а база данных в нашем подсознании – это бесконечность. А база данных искусственного интеллекта – сколько ни говори, всегда конечная. Сколько человек туда заложит, столько и будет. Но дело не в этом, дело в другом. Дело в том, что мы утверждаем в человеке человечность, сопереживательность, о чём говорил Будда. Мы утверждаем вот эту вот потребность в оказании помощи, в сострадательности, в чувство бесценности живого, в необходимости человеку даже в коллективе быть самим собой, и чтобы всё это поддерживалось на принципах синергетики. Мы будем говорить после вебинаров ещё с Володей Оршиновым. Кто с ним не знаком, я вас с вами познакомлю. Он ещё был главным редактором книги «Уроки мудрости», главный специалист Института философии, доктор философских наук, ну, такой выдающийся человек. Я вас познакомлю с очень многими людьми, которые по вашим вопросам будут давать интересные ответы, которые выдающиеся личности, ну, которых знает планета. И мы будем создавать такой вот мозговой штурм, если можно так назвать, когда будем вместе генерировать изобретательские решения. Потому что у нас есть и мастера Трис, Виссарион там, и Михаил, ну, уже у нас много и мастеров Трис, которые, вот, например, Николай, когда попробовал, как у него руки пошли, он говорит, слушай, нам же Альшуер об этом рассказывал, об этом состоянии, а ты, говорит, практически это показывающее даёшь. Ну, короче говоря, до встречи. Ссылка на вебинар с Романом Газенко. А это же Газенко был основатель его где-то космической медицины, где я в своё время тоже работал в Центре Авиационно-космической и морской медицины, где защищал диссертацию. И моим профессорам я говорю спасибо. Так что мы стоим на плечах гигантов, и развиваемся, и делаем то, чего раньше не было. До встречи.